В этом году Щелковский район празднует почти что юбилей, еще год и 90. И по традиции празднование начинается с приема друзей, делегаций из городов-побратимов Щелково. Как всегда, эта встреча проходит в теплой обстановке. Польша и Литва, Молдова и Крым, Германия. На несколько дней Щелково становится практически интернациональным. Если так, значит началось празднование одного из любимых горожанами праздника дня Щелковского района. Гостей неизменно приветствует руководство. Говорят о том, как район растет и развивается, как мы рады укреплению дружественных связей. Мир для всех один и в этом мире надо просто чаще прислоняться друг к другу сердца. А как все будет хорошо. Мы здесь с вами создаем так называемую народную дипломатику, которая не прекратится ни при каких политических течениях высокой политики. Вот мы представим открытым всем миру настроением, душой, хлебом и солью. Мы готовы встречать каждого, кто к нам приедет. Всех приветствую. Рады, что вы приехали. Ждем вас снова. И сегодня ждем на наших праздниках. Повратимы открывают новые страницы в истории дружбы с нами. И каждый раз Щелковскую землю посещают новые лица. Например, для первого заместителя старосты Гродзевского повято Польши это вообще первый визит в Россию. Хотя дружба между районами давняя и сотрудничество только расширяется. В основном совместная работа, которая направлена для детей, для образования. Наши дети уже две недели тому назад вернулись с международного лагеря в юноармейцы. Наш повят городинский выиграл проект обмены учеников. Щелковская гимназия приедет к нам с 8 по 15 сентября и проведет там время. В октябре эта школа техническая будет в Щелкове в гостях у гимназии Щелковской. Рассказали о своей дружбе с нашим районом и другие делегации. Знак подтверждения в очередной раз обменялись подарками. На этот раз в Щелково благополучно прибыли икона, картины, местные деликатесы. Руководители даже примерили на себя национальные татарские костюмы. Кстати, о костюмах. На суд гостей представили новую коллекцию всемирно известного модельера, почетного гражданина нашего района Вячеслава Зайцева, созданную вместе со Щелковскими художниками. Особенным подарком для всех гостей стало своеобразное напоминание о прошедшем в России чемпионате мира по футболу. Каждый увезет с собой памятный мяч, автограф на котором оставили все представители делегаций. В этот раз встреча прошла в новом формате. Ее продолжил круглый стол, где к работе присоединились городские и районные депутаты. Гости смогли услышать об организации работы органов местного самоуправления в нашем районе и поделились своим опытом. Несмотря на некоторые различия, цель у всех одна – благополучие и комфорт жителей. Мы нашли тоже много общего, что много уделяется вопросам социального развития района, аналогичная у нас ситуация. Мы нашли много общего в том, что местное самоуправление построено аналогично. Ну и, конечно, я думаю, что вот встреча сегодняшняя и вообще вот эти три дня, которые мы здесь проведем, мы уедем с большим багажом знаний, опыта и хороших впечатлений. Впереди у Побратимов насыщенные три дня в Щелковском районе. Они по традиции примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и района. Наталья Медведева, Александр Рожевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова